Ребята, ну что, погода в Милане шепчет, мягко говоря, идет дождь, со снегом, холодно, декабрь во всей красе, может быть, как никогда. И кто-то мне нашептал, что в Венеции хорошая погода. Поедем, проверим. Это центральная станция, отсюда отправление поезда. Погнали в Венецию, удивительную, неповторимую. Посмотрим вместе. Посмотрите, какой размах. Ну, теперь я верю, что стационар Милана Чентрали – это самый большой железнодорожный вокзал в Европе. Быстрый поезд идет примерно два с половиной часа, так что лучше забронировать онлайн, наверняка иметь место. Ну что, здравствуйте! Ну что, мы прибыли на станцию Санта-Лучия. Как красиво! Була Сера! Боженьки, как круто! Слушайте, это лучший вокзал, лучшая локация в мире. Вообще, самая-самая красивая станция. Здесь вот на фоне меня, скажем, причал, куда приходят маленькие такси. Вот оно здесь, это место. Покупаем билетик. Ну а прям-таки рядом, посмотрите. Смотрите, какая красота отсюда с моста. Вот он вокзал. А вот уже в 50 метрах напротив моста церковь Санта-Мария-Диназарет. В этой церкви похоронен последний 120-й дождь Венецианской республики. Венеция – один из самых противоречивых городов мира. Это город любви, город на воде. Прекрасный, чарующий, загадочный. Предлагаю вместе окунуться в его атмосферу и узнать несколько интересных фактов. Рано утром ожидается Аква-Альта. Высокая вода, да, то есть уровень воды повысится. И люди строят такие мосты, чтобы можно было по затопленным улицам, площадям гулять. Ребята, вот еще одна очень интересная информация. Когда наблюдается высокая вода Венеция, здесь указаны, вот посмотрите, маршруты для пешеходов, да, как, в общем-то, не замочить ноги и при этом в короткий срок добраться куда-либо в разные точки Венеции. А, посмотрите, здесь знаменитое место. Это, я надеюсь, что видно в сумерках, вот там находится мост, мост вздохов. Ну что, начинаем день. Заменитый, удивительный, прекрасный Венеции с настоящим итальянского завтрака. Брёш и капучино. Ну и вот как выглядит, собственно, вокзал днем. Вот он, Санта-Лючия. И вот вы выходите, представляете, а вот здесь такая красота. Удивительно. Другая жизнь, правда? А вот мост Риальто. Он считается одним из символов Венеции. Визитной карточкой. Один из самых первых и самых старинных мостов через Большой канал. Венеция подарила нам немало великих гениев. Карло Гальдони, Антонио Вивальди, Джованни Беллини и многих других, чьи имена дороги мировой культуре. В этом маленьком дворике находится Церковь Святых Апостолов. Обратите внимание на эти удивительные часы. Французские студенты так заинтересовались венецианскими часами, что решили отреставрировать одни из них. Эти часы очень своеобразны, потому что они показывают все 24 часа. Полдень вверху и полночь внизу. И заметьте, у них всего одна стрелка. Посмотрите на эти убранства. Это одна из старейших церквей Венеции. Она была построена в 7 веке. Одной из особенностей гондолы является гребень. Его особая форма символизирует элементы и места, характерные для Венеции. Например, Шляпу Дожа, Мост Риальто, Джудеку, 6 сестер Венеции, Большой Канал и 3 острова Мурана, Бурана и Торчелло, о которых мы поговорим позже. Кстати, интересно, посмотрите на тарифы. Здесь фиксированная цена 80 евро и 100 евро. Ну вот как можно проходить мимо таких мест? Невозможно. Просто невозможно. Вот они, красавцы Чикетту. Одни с треской, другие с какими-то рыбками, морепродуктами, с лучком, с сырком. В общем, все очень вкусно. Что, знаменитые Чикетти? Посмотрите, у меня тут такой вариант, который я не могу взять. Сан Чоусе. Вот такая малышка, рыбка на поленте. Очень вкусно. Помидор отдельный. Пробуем. Здесь заблудиться, в общем-то, невозможно. Везде есть указатели, да, где площадь Сан-Марко, да, как пройти. Какие-то малейшие указатели всегда будут. В 13 веке венецианские стекольщики привезли из Константинополя рецепт византийского стекла. Из-за боязни пожаров решено было перенести изготовление стекла под новым технологиям на отдельный остров Мурана. С тех пор и идет славная история муранского стекла. Кстати, интересно узнать, что дома и различные здания в Венеции стоят на сваях из сибирской лиственницы, так как эта порода дерева отличается своей долговечностью. Посмотрите, выходим на площадь. На площадь Сан-Марко. Ой, какие жирные чайки. Представляете, в стенах этого здания какая сила была сосредоточена. Ну и по сей день оно функционирует как муниципалитет. Однако же нет той мощи, как несколько веков назад. Слушайте, непередаваемой красоты место. Посмотрите на вот этот розовый цвет. Дворец Дожий. Настоящая елка. Как все величественно. Чайки-попрошайки. Она украла бутерброд. Девушки прикормили чаек. В итоге чайки забрали фактически бутерброд. Наглые, наглые жирные чайки. Кто съел бутерброд. Ребята, ну так как сейчас уже светло, мы можем рассмотреть мост вздохов повнимательнее. Может быть, все-таки камера передаст это лучше. Давайте с вами пройдемся туда же. Мы сейчас находимся напротив дворца Дожий. Мы с вами идем на этот мост. Видите, здесь людно. Во-первых, здесь очень много мостов. Просто очень много. Во-вторых, этот мост достаточно знаменит, потому что с него можно увидеть тот самый мост вздохов. Вот только история названия моста весьма далека от романтики. Он соединяет между собой два здания. Дворец Дожий и городскую тюрьму. После вердикта судей преступника сопровождали в тюрьму. И переход совершался как раз по мосту между двумя зданиями. Человек переходил по мосту, конечно, зная, что, возможно, проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь. И, бросая последний взгляд в узкое окошко, узник тяжело вздыхал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok